Всем привет! Добро пожаловать в мой холл! Сегодня будет много, очень много винтажных вещей! И первые секонд-хенд покупки, которые вам покажу, это будут аксессуары. Вот такая вот кепка Ньюэра. Я знаю, что они сейчас модные, но они, в принципе, уже много лет модные. И в прошлом году я покупала себе Ньюэра кепку, заказывала где-то за 150 злотых. Это около полторы тысячи гривен или тысячи гривен. В общем, за дорого, если сравнивать с кепкой за 3 злотых, это где-то 20 гривен. Я просто была в шоке, когда ее нашла в секонд-хенде. Я зашла перед закрытием буквально на 5 минут и смотрю, она просто смотрит на меня этим ядовитым малиновым цветом. Я схватила ее и теперь делаю с ней образы а-ля Перрис Хилтон. Мне только какой-то маленькой собачки не хватает. Ну, в общем, она очень стильная. Вы, наверное, подумаете сейчас, что розовый мой любимый цвет, но не совсем. Просто у меня какой-то такой муд этим летом на все такое малиновое, девчачье. Почему-то я так себя чувствую. Очень классная кепка, я рада, что ее нашла. В принципе, можно такую же заказать, но она будет стоить намного дороже. Поэтому советую вам делать винтажный шопинг. Можно иногда найти такие жемчужинки. И еще, если мы говорим о кепках, то вот такая вот крутая кепка Nike, которая немножечко в таком стиле, знаете, вот отца. Почему-то у меня ассоциируется, как будто мой отец идет забирать ребенка со школы, и у него вот такая вот кепочка, чепчик такой, не знаю. В общем, она такая типа спортивная, как кроссовки с такими дырочками, материал в сеточку, чтобы ваша голова проветривалась, когда в ней какой-то пожар бомбит. В общем, по-моему, она очень забавная. И с ней можно делать реально классные стрит-стайл луки, если надеть какой-то жакет, какие-то casual джинсы. Вот реально casual стиль. Но осень, мне кажется, просто идеально. В моем гардеробе сейчас очень мало таких темных вещей, но мне кажется, я найду с чем это сочетать. И будут очень красивые и стильные луки. И, понятное дело, это винтажная коллекция Nike. Сейчас вы такую навряд ли купите, и в этом ее ценные, что она, грубо говоря, одна такая. Ну, как одна у вас и еще у какого-то 50-летнего мужика. Ну, если мы уже говорим о спортивных вещах, то покажу вам вот такую вот классную футболку Puma в таком невероятно зеленом красивом оттенке. Немного такая, знаете, вот прям спортивная фукси, неоновая кофта, которую могут надевать какие-то спасатели, потому что вас будет видно в ней за просто 10 километров. И мне очень нравится интегрировать эту вещь в какие-то повседневные, опять же, таких casual луки с какими-то джинсами. То есть, не в спортивный образ, да. Понятное дело, что такую футболку Puma вы можете надеть с какими-то спортивками и пойти на пробежку. Но намного круче попробовать сочетать это в своем гардеробе с обычными повседневными вещами, как такой интересный акцент. Если добавить к этому какую-то зеленую или яркую сумку, то получится вообще... Я думаю, вы заметили тренд на вот такие вот жилетки. Их сейчас можно найти во всех магазинах масс-маркета, в какой-нибудь Zara, в Stradivarius. Но также в более дорогих магазинах, например, в COS я видела подобную, в And Other Stores. Если вы увлекаетесь модой, то вы наверняка заметили, что многие звезды стритстайла сейчас носят такие жилетки. Когда я снимала видео про стиль Хейли Бибер, кстати, можете посмотреть, если вам интересно, то я показывала как раз-таки фотографию, где она в такой вот жилетке, очень похожей на голое тело, и говорила, что это супертренд. Я просто люблю все вещи, которые какие-то интересные и которых раньше не носили. Если бы вот вы 4 года назад вышли в такой жилетке, то все бы подумали, что вы украли ее у какого-то жениха со свадьбы. Но сейчас девушки в таких жилетках, как и в принципе в каких-то оверсайз мужских пиджаках, выглядят очень женственно, и сразу видно, что девушка следит за модой и знает тренды. Поскольку она прям очень-очень оверсайз, то на голое тело ее не очень прикольно носить, потому что вот здесь вот, понятное дело, вырез, у вас будет вся подмышка видна, но будет прям вот тут вся грудь видна, и это не очень прикольно, поэтому я ношу ее под лонгслив, иногда под белый, иногда под какой-то яркий, и получаются очень интересные образы. И мне кажется, такие жилетки вы можете найти в принципе в любом секонд-хенде, как и мужские оверсайз пиджаки, это то, что всегда есть в секонд-хенде, в мужском отделе, и что найти вообще даже в самом маленьком городе, мне кажется, не составит труда. Ну и раз уж мы говорим о жилетках, покажу вам вот такую вот желтую жилетку цыпленка, или бабульки, не знаю, сами решайте чью, которую купила на гаражной распродаже в Варшаве, которую устраивала одна варшавская девочка-блогер, и по-моему гаражные распродажи это очень крутая тема, у нас их в Гнадске тоже достаточно часто устраивают в рамках каких-то фестивалей, где вы можете не только пошопиться, но и попить там какие-то коктейли, поболтать с людьми, там где можно купить всякие антиквариат, а-ля такие барахолки, но при этом такие модные, фашенебельные, хипстерские тусовки. Я думаю, вы понимаете о чем я, такие бывают, мне кажется, во многих больших городах в Киеве, я тоже на таких была на платформе ArtZavod, и там я отрыла такую вот жилетку, которая, конечно же, не на каждый день, но несколько интересных винтажных образов я с ней сделаю. Кстати, расскажу вам про рубашку, которая сейчас на мне, она из H&M, естественно, с какой-то очень-очень старой коллекцией, причем она мужская, огромного размера, но мне очень нравится, что она прикрывает бедра, что она оверсайз. Я обычно беру вот так вот, закатываю рукава, чтобы здесь образовать такой объемчик, и мне нравится, что, например, я могу носить с какими-то велосипедками, которые сейчас в тренде, с какими-то обтягивающими штанами, и благодаря тому, что она достаточно длинная и прикрывает бедра попу, то это все выглядит очень так, типа повседневно, casual, потому что если я иду, допустим, просто в велосипедках, то я чувствую себя, можно сказать, голой, и я не на каждое мероприятие так пойду. Но вот если на мне какая-то оверсайз, большая рубашка, то это уже такая зона комфорта для меня. Сейчас очень похожие рубашки продаются в Zari, вот один в один фасон, только они яркого, насыщенного розового цвета, и я заметила, что вообще все оттенки розового сейчас в огромном тренде, их можно заметить в очень многих луках фэшн-блогеров, так что рубашка это вот реально та вещь, которую вы тоже можете открыть практически в любом секонд-хенде, в мужском отделе, любого цвета, может быть даже в клеточку, очень большая, может быть с коротким рукавом, но это вещи, которые реально нужны всегда, их никогда не бывает много. Также в секонд-хенде я люблю искать какие-то абсолютно базовые вещи, которые в принципе можно купить в любом магазине, но там они стоят настолько дешево, что я когда вижу какую-то классную, качественную, базовую вещь, чувствую себя как будто, вот я иду по улице, знаете, и деньги нахожу, это вот такое же чувство, когда ты такой получаешь что-то на халяву, я не знаю, одна ли я такая, но вот я вижу и такая, боже, я же могла бы сейчас пойти за лонгсливом в какой-то магазин и купить его за кучу денег, а тут он вот лежит почти бесплатно, бери, поэтому я люблю реально находить базовые всякие вещи, обычный белый лонгслив, это откуда он, не знаю даже такой фирмы, но обычный, базовый, но при этом всегда пригодится в гардеробе. Зебра стаю, я знаю, мы все это любим, мне кажется, за последний год животные принты вообще настолько влились в наши гардеробы, что уже это не кажется каким-то эпатажным, вообще никого не удивляет, можно носить на повседневной основе. Это рубашка из H&M, кстати, сори, я за видео пару раз сказала H&M вместо H&M, потому что в Польше говорят H&M, они как бы переводят это название на свой язык, поэтому я уже привыкла так говорить и могу ошибаться, и для людей, которые не понимают, не знают, где я живу, кажется, это мне кажется странным. В общем, вот такая вот рубашка из H&M, тоже такая самая базовая, с прикольным трендовым принтом I love it. Ну и напоследок покажу вам спортивный топ, опять из H&M, кстати, я не знаю, как так вышло, но очень много вещей из H&M в этом холл-видео, он тоже опять-таки очень базовый, такого интересного цвета смузи, как будто мы смешали клубнику, малину, банан, и немножечко ежевики такой, знаете, черненькой, чтобы получить такой цвет. Думаю, что спортивных топов никогда не бывает много, и я очень часто летом ношу их даже под рубашку, не только на спортивные какие-то мероприятия, не только на пробежку, но и просто могу надеть по дому, например, или выйти в магазин, мне кажется, это очень удобно. Нога затекла. И последняя вещь, которую я вам покажу, это черный базовый пиджак из мужского отдела, естественно, который, мне кажется, сейчас, в 2021, должен быть в гардеробе у каждой девушки. Должен быть у каждой девушки. Я так говорю, как будто, вы знаете, какой-то журнал El Girl след 2010-го. Конечно же, ничего у вас не должно быть, но просто это мой личный must-have, который я люблю всем навязывать. Пиджаки черные очень круто могут сделать из вас такую, знаете, элегантную даму в одно мгновение, просто добавив его в свой гардероб, просто накидывая его на какие-то базовые вещи, надевая джинсы, и сверху на плечи черный пиджак, и все. Ваш образ выглядит на миллион долларов. Если, конечно, пиджак не помятый, потому что я всегда хожу в помятом пиджаке, хотя я купила себе отпариватель, но он как бы парит, но не все вещи. Надо было покупать отпариватель подороже. Мне кажется, это очень классная вещь в гардеробе, и опять же таки, в секонд-хенде, в любом мужском отделе вы найдете себе пиджак, большого размера какого-то XL, и все, вот. И пока вы не выключили это видео, подписывайтесь на мой канал, потому что я с нетерпением жду тысячу подписчиков, чтобы мой канал мог развиваться, а также подписывайтесь на мой инстаграм, там очень много классных образов, которыми вы сможете вдохновляться. Спасибо вам большое за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok